Добрый вечер, дорогие друзья. Я рад встрече с вами вновь. Наталья Знарова, вы сразу обратили внимание. Всем привет и хорошим стране. Покупаем еще акции. Мы не покупаем, дорогие друзья, реакции. Напоминаю вам об этом и прошу это не забывать. Таким образом, дайте обратную связь, как мне слышно. Не слишком громко, может быть слабее надо сделать. Десяточка, десяточка. Спасибо. Ну, спасибо. Треск, да? Ну, ага. Фон, репет. Немного слышит микрофон. Постараюсь сменить в будущем, чтобы он действительно немножко подшаливает. Надо его отрегулировать. Ну, посмотрим. Ну, главное, что видно и слышно. Значит, дорогие друзья, пойдемте дальше. Время у нас столько- есть. Последний ролик, он был не случайный. Я его очень люблю запускать. Он дает такой хороший настрой, чтобы мы не забывали, что Господь Бог или высшие силы нам всем, ко всем нам относится ровно, по-ровному, по-равному. И каждому из нас на нашу магнитную карточку, вот на такую карточку. Видите? Покажу вам. Вот на такую карточку. Каждый день дают 24 часа времени. Каждый божий день. И от нас зависит, как мы воспользуемся, распорядимся этим временем. Это так. Вам на заметку. И об этом больше сегодня не будем говорить. Не случайно первым слайдом поставлен инвестор предпринимательской ареи построения современного бизнеса. Вот. Но я понимаю, что вас еще интересуют некоторые новости. Ну, какими новостями я с вами поделюсь? Первое, то, что касается конкретно нашей деятельности и моей личной деятельности или моей персональной деятельности, это то, что вчера я был целый день в Хельсинки, в Финляндии. Вот, встречался с различными чиновниками, с тремя. И об этом хотел бы просто вам рассказать. Значит, разговоров по телефону было значительно больше. Я просто обобщу результаты. Значит, очень интересно то, что по всей вероятности нам ГАСа. Ну, ГАСа уже практически вчера было высказано, это просто надо оформить, что технология Скайвей будет, по крайней мере, одной из тех, которая будет сравниваться с теми разработками или, по крайней мере, представить свое видение, свое визионирование, как можно построить транспортную трассу по технологии Скайвей, третьего поколения или второго поколения, третьего поколения, да, для того, чтобы осуществлять быстрый получасовой, дополучасового проезда от Хельсинки до Таллина. А вы знаете, что между Хельском и Таллином самый прямой путь это через залив, Финский залив. Вот, в зависимости от того, откуда трасса начинается и где она заканчивается на том берегу, она может быть от 60 до 83 километров, в принципе. Вот, и этот путь надо вот за такое время преодолевать. И Скайвей сможет участвовать со своим предложением. Не удалось или не удается, там уже сделан, скажем, подбор госпоставки на генерального разработчика, но ему приписано, чтобы он рассмотрел и альтернативные варианты того, что они разрабатывают. И вот, альтернативными вариантами они видят пока в ГИБРУ, который трется здесь в Скандинавии, это Моглев и Скайвей. Когда мы немножко обвеселовали, они говорят, очень интересно, прям у нас вот уши чешутся и глаза тоже, чтобы увидеть, что... А теперь, что там происходит у нас? Алекс, что там произошло? Трещит лох, Роман. Сейчас, одну минуточку. Давайте уменьшу. Так, сейчас слышно. Тоже сильно, нет? Так, сильно слышно. Более ненормально, дайте знать. Пропал. Теперь появился, опять зашкаливая, 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 таким звуком. Слышно? Видно? Видно, да. Окей. Я постараюсь более тихо говорить, может быть у меня такой громовой голос. Все. Алексей понял. Стоп. Не полметра вперед. Вот. И поэтому вот эти беседы, эти беседы по телефону, прививающие к тому, что был изъявлен интерес, причем интерес одного из кинских миллиардеров, не буду говорить какую образцу, как бы занимается своим деятельностью, тогда вы сразу поймете, кто это. Если кто заинтересуется, то интерес к переговорам по созданию так называемого Европейского инновационного центра развития технологий Skylink. Вот. И на этой базе можно будет очень интересно построить взаимоотношения по проектировке и по подготовке будущих адресных проектов в Скандинавии, да и не только в Скандинавии, потому что финны спят и видят, чтобы они были бы первыми, ну, по крайней мере, вторыми в мире в чем-то. Нокия у них отжила свое, отжила. Ну, вот теперь они ищут новое направление. И его очень сильно задела такая возможность вот именно по поводу того, что существует некий вид транспорта, технологии, которые разрабатываются, подготавливаются, начинается уже сертификация, вернее, сказать так, она уже идет. Вот. И тут есть тема и очень много возможностей для, возможностей на будущее. Вот такие, может быть, и новости. Так. Тут пока есть. Нормально. Вам будем читать. Вам будете читать? Не слышно, что ли? Вот так это. Ага. Окей. Ладно. Значит, и что бы хотелось сегодня с вами обсудить. Вот особенности восьмого этапа, особенности восьмого этапа, некоторые только, рассматриваем с точки зрения именно возможностей предпринимательства, построения, развития предпринимательства и, скажем, вхождения в адресный проект. Итак, давайте начнем тогда. Тогда начнем, друзья, и смотрите, что у нас тогда тут есть. Смотрите, восьмой, девятый, десятый этап. Смотрите, что здесь такое. Здесь видны цифры. Восьмой этап. Вот он, восьмой этап. Ввод акций и так далее. Это так называемые экономические цифры. Восьмой, девятый, десятый. Я не случайно взял эти даты, но это, с одной стороны, мы рассматривали, что это потенциал любого из нас как предпринимателя. Может быть, даже каких-то наших сообществ у нас, инвесторов. Скорее всего, это так. Кроме того, вторым таким горизонтом, плюс горизонт инвестированный транспортный адресный проект на 1-3 года вперед. Это почти на 200 миллиардов долларов работ, заказов, возможно. И строительство до 50 тысяч километров. Это три года. Что такие три года? Это период капитализации. Это работа на наши акции, на акции компании. Но суть сегодня не в этом. Давайте посмотрим, что такое восьмой этап. Восьмой этап – это год акций, 7,5 миллиардов долларов, под инвестицией 20 миллионов долларов. Это разговор о том, мы покупаем или продаем, мы инвестируем и становимся через это, обретая залоговые акции, становимся владельцами акций. Сделки купли-продажи не происходят. Я повторяю, не происходит так, друзья. Происходит обретение залоговых акций. И поэтому, чем отличается восьмой этап? Завершение создания рабочей документации, рабочей документации. Это значит, что можно строить. Это не какие-то там предположения и так далее. Четкая рабочая документация. Типнологии расписаны, процедуры расписаны. Все взбешено. Все чертизы, все размеры, все есть. Весь комплект документации транспорт городского транспорта. Это восьмой этап. Продолжение проекта работы и начала разработки новых средств. И так далее. Многих новых средств. Городского транспорта. Потому что разрабатывается, как мы с вами говорили, что, скажем, период сертификации, он не является только периодом сертификации. Нельзя стоять на месте, надо работать дальше и уже развивать тот транспорт, который создан был вчера, создается сегодня. Это подразумевает продолжение проектных работ и начала разработки новых средств транспорта, новых средств различных из области подъездного состава, колесных, пара и так далее и так далее. Целый ряд задач, которые вы можете ознакомиться в описании 15 этапов. Я здесь только для того привел, чтобы вы понимали. Продолжение работы с заказчиками и важно. Продолжение работы с заказчиками адресных проектов социума мира с целью заключения предварительных контрактов. Это очень важная работа, дорогие друзья. И здесь мы сразу видим, что это и есть. Видите, здесь в горизонте тот же самый горизонт. Вот, это работает уже на этом. А пока идет еще 8 этап. Еще сертификация только-только-только начинается фактически. Когда вы посмотрите, я не стал сегодня выставлять сюда 9 этап, 10 этап, то фактически сертификация и испытание подъездного состава, она подразумевается, предусматривается на 9 этапе и полностью на 10 этапе. А что такое 9-й и 10 этапе? Давайте посмотрим. Вот они, 9-й и 10 этапе. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы стоим сейчас действительно перед тем, что у нас очень быстро могут пойти 9-й и 10-й, 8-й, 9-й и 10-й этапе. Поэтому это просто так для того, чтобы мы могли ощущать ту среду предпринимательства, которое у нас есть. А что за среда предпринимательства у нас есть? Видите, я тут так сильно вам разрешал. Я инвестор и любой из нас, или он, она, любой инвестор предприниматель. Я или человек может принять решение, что он создает свою партнерство, свою команду. Он организует ежемесячный инвестиционный оборот. Это оборот как на любом предприятии. Это, начиная ли я, создаю ли я свой ресторан, создаю ли я парикмахерскую, создаю ли я, ну не важно, кто это за, любой бизнес, любое предпринимательство. У меня есть свой ежемесячный какой-то оборот. Здесь у нас является инвестиционное оборот. Привлечение инвестиционных средств является этим видом деятельности. Команда, создаю партнерство сеть, команду, и она начинает работать. Она работает, но идет дальше и так далее, и так далее. Все зависит от того, на какой ступени я нахожусь, консультант, лидер, мастер и так далее, я отталкиваюсь от этого и строю весь свой бизнес в эту сторону. Почему здесь плюс стоит? Есть еще вторая половина, вторая так называемая сфера. Это еще то, что создаю портфель акций. Это неотъемлемо. Эти две вещи между собой очень сильно связаны. Как создание партнерства команды сети, так и создание портфеля акций. Потому что эти два вида деятельности себя поддерживают. Но нельзя рассматривать эту вторую половину, что это какой-то... Она, да, в какой-то период она находится в пассиве. Почему в пассиве? Я создаю потенциал сюда, создаю стратегию личных инвестиций, и здесь это не пассива, это деятельность. Я создал капитал, который мне будет помогать дальше заниматься предпринимательством. И помогать не своими цифрами, не своими личностями, в первую очередь, а тем, что он является, и он, за ним стоят акции, за ним стоят акции, которые являются как бы, ну, дериватом или же... Они являются отображением того имущества, в которое вкладываются инвестиции, которые мы вкладываем или инвестируем. Это Экотехнопарк. Мы уже говорили с вами, что Экотехнопарк, после того, как он будет только сдан, официально, да, будет принят, ну, условно говоря, акт приема передачи будет осуществлен, он будет сдан в инвестиционную цифр локацию, фактически можно формально считать, что его стоимость по эффектным акцентам и по методу сравнения Умение от миллиарда 300-300 миллионов долларов и выше, как объект. Это уже неплохо, дорогие друзья, когда у нас на стадии строительства уйдет на это 180-200 миллионов, а его так называемая стоимость рыночная, реализационная стоимость может быть такая. Конечно, никто не спешит и никогда не будет его продавать. Это естественно. Он останется первым экотехнопарком системы электранспортного поколения Скайвей. Но, тем не менее, это есть. Это есть имущество, которое встало. Это есть капитализация. А у меня есть или у кого-то из вас, или у любого из вас, как кто-то тут написал в начале сегодняшнего года. Добрый вечер, миллионеры. Да, конечно. Абсолютно правильно, дорогие друзья. Стоили у тебя тысяч, миллионы у тебя сегодня тысяч акций. Недалек тот день. Все зависит от того, какого и того восприятия реальности. Но он недалек этот день. Когда акции будут копироваться на бирже, они будут иметь реальную стоимость. Их можно будет обменять на деньги, если они тогда еще будут. А скорее всего будут. Их можно будет использовать и уже в дальнейшем в своем бизнесе. То есть планирование участия в адресном проекте. Об этом мы будем еще говорить. Сегодня об этом не буду сейчас. Более распространятся и другие еще темы. И накопление компетенций. Вот эта сторона. Какие компетенции? В первую очередь разобраться, что такое эти акции. Значит, я не смогу ими пользоваться, если я толком не знаю, что у меня там вообще находится. Какие есть инвестиционные возможности? Как выстраиваются организации? Или как будет выстраиваться этот бизнес? Об этом мы тоже будем говорить. Итак, одно направление и второе направление. Пойдем дальше. Здесь мы сейчас больше не будем смотреть. Это то, что у нас еще есть. У нас есть маркетинг. Капитал предлагает. Вот он, маркетинг существует. Существуют корпорации столей со всеми своими чертежами, со всеми своими ноу-хау и так далее. Команда поддержки. Очень мощная команда поддержки. Она постоянно укрепляется. Кто слышал материалы и интервью, которое было в Юрмале, то абсолютно четко видно, как команда работает, что создается, как все совершенствуется. Платформа Капитала, она тоже совершенствуется. Я вас уверяю, последняя, буквально в понедельник, в вторник была планерка, когда специалисты и члены управления, так называемые директора, мы совещали. Там была принята масса очень толковых текущих быстрых решений, которые необходимо делать, чтобы платформа была совершеннее и более работоспособна, чем она есть сейчас. Не надо забывать, что мы движемся с вами к 3 миллионам инвестиций в месяц, к 5 миллионам и к 20 миллионам инвестиций в месяц. Это я к тому, что а кому мы нужны будем. Нужны будем, не волнуйтесь. Впереди большая предпринимательская работа, если кто-то заинтересован. Кто не заинтересован, будет сидеть в стороне, слушать, смотреть и так далее. Но есть возможность в этом очень сильно поучаствовать. И это такая возможность четко есть. Идем дальше. Значит, я хочу здесь отметить такие вещи еще, что жизненные признаки инвестора предпринимателя. Сумма инвестиций. Это очень четкий индикатор. И он дает возможность хорошо планировать своих деятелей. Это так называемые индикаторы, которые нам не помешают в нашей работе. В случае, в случае, а я уверен, что большинство из вас заинтересованных, в случае, если... Так, Наталья, думай, какие-то записи также будут? Да нет, я думаю, что, скорее всего, может и так быть, Наталья, что у вас, скажем так, не совмещены хорошо мой микрофон и ваши наушники или же ваши динамики. Я посмотрю сейчас, что это у меня показывает. Так. Ну вот, не должно копить копить. У меня показывает, что нормально идет. Сейчас, в темной настройке, я посмотрю. Вот звук такие, трои самец. Ну вот видите, сейчас одну минутку тогда. Микрофонный звук. Громкость. Громкость. Ну окей-то. Идем дальше. Значит, я знаю. Плохой. Виктор. Ты смотри. Так. А сейчас? Сейчас я сделаю чуть громче. его отрицатель теперь будет вот видите стало хуже давайте я не буду трогать постараюсь его ну вот так сделано что такое то есть мы сейчас звук поеду сейчас слышно было бы лучше ладно двух помех запись будет лучше я уверяю вас давайте пойдем дальше значит это индикаторы дорогие друзья которые дают возможность планировать свою деятельность ориентировать себя самому выстраивать свою деятельность и привлекать людей работать командой вот я не буду подробно разбирать этих что все сейчас вот в Продолжение следует... 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 Санкт-Петербург до Дальнего Востока, до Владивостока, да, то это будет целая сеть поселений и так называемых будущих временных городов. То есть базы много. А что нам от этого? Какой толк нам от этого? Да, это какое-то визионирование, это футурология, такое модное сейчас слово, да. А что нам толку от этого, дорогие друзья? Смотрите, нам есть от этого следующий толк, что у нас есть целый вид обеспечения жизнедеятельности и устойчивости к поселению. Это есть предпринимательство. Любой из этих видов, любой из этих видов деятельности, содержания, сохранения и развития поселения. Мы можем сюда как бы раскрыть содержание поселения. Это обеспечение всех необходимых функций, чтобы это поселение здания, дорожки, дороги, тротуары, велосипедные дорожки. Их надо содержать, их надо сохранять. Не один день сегодня построили. Через 5, через 50 лет они должны функционировать. Это развитие, это дополнение, это использование. Это в конечном итоге даже, скажем так, подвести конкретный юнибайт к моему дому или юнибус, чтобы я мог дома заказать, как Анатолий Главович говорит, и ко мне придет, у меня будет база, ко мне придет как бы вторая часть и юнибуса, и юнибайта. Я куда надо, на этом транспортном средстве уеду, пишу систему, я испечатлю все свои передвижения, когда это будет необходимо. То есть это содержание инфраструктуры, содержание всего хозяйства и его развития. Дальше, следующее направление, самоуправление, охрана, безопасность, самоуправление. Это очень большой средство. Смотрите, сейчас я уверен, я знаю, что и в России эти проблемы есть, но я беру просто то, что я очень четко знаю, что происходит в Эстонии, Латвии, Литве, Финляндии. Финляндии немножко меньше, а вот, скажем так, у нас, по крайней мере, здесь очень разрослись структуры самоуправления, местных самоуправлений. Дублируются, территории перекрываются, очень много бюрократии, невыполнение задач и так далее. В поселениях нужно строить абсолютно новые самоуправления. Надо осуществлять охрану поселений, охрану домов, охрану имущества, которое там будет, обеспечить безопасность, причем безопасность не только физическую, а безопасность и, скажем, экологическую, безопасность во всех отношениях этого слова. Безопасность материального, конечно, в том числе, но здесь, я, меня донесло, Оскапа занесло, здесь предусматривалось безопасность именно физическая, то есть сохранность, правильный, как сказать. Вот. Значит, социальное обслуживание, забота, функции, да, функции поселения. Смотрите, сколько здесь надо сделать, можно и нужно сделать. Это отдельные виды предпринимателей. Они никуда не уйдут. Это то, что, независимо от того, как это происходит, это страница. Социальное обслуживание, откуда оно начинается? Начинается от роддома и заканчивается похоронным человеком. Я прошу прощения за такой жизненный цикл, но это реально, дорогие друзья, и все, что туда в промежуток помещается. Социальное обслуживание – это различные детские ясли, садики, школа, это клубы, это те же самые аптеки, это те же самые поликлиники, поликлинические или какие-то медицинские обслуживания. Это обслуживание административное, забота. Здесь можно долго чего развивать. Это можете потом сами еще дописать. Забота. Что под этим под заботой подразвиваются? Забота – это подразвивается. Ведь если рассматривать, а так и нужно рассматривать сообщество, поселение, это как бы коммуна. Типа коммуны в хаосом смысле этого слова. Это единое социально-экономическое образование. И здесь существует целый ряд, всегда будет, начиная с поселения. Поселение уже считается, если от 600 и там до нескольких тысяч, до 5 тысяч человек. У нас, например, в Эстонии есть города, где 800 человек. Это уже город. Но суть не в этом, что и так называть. Дело в том, что под заботой. Забота – это в первую очередь те, кто, скажем, о больных. Это о пожилых, об одиноких людях. Вообще о людях. Забота о людях. И это очень немаловажное направление. Финансы и взаимопомощь. Поселение, правильно выстроившаяся, логика поселения, она дает возможность выстроить правильно финансы, осуществить взаимопомощь и вести, осуществлять взаимопомощь и вести эту деятельность. По производству предпринимательства масса поселений. Вы можете задать вопрос, а что тогда в поселении будет? Да, могут быть технопарки, могут быть различные мастерские и так далее. Это уже полет мысли людей. Производства, различные производства и предпринимательства. Все это возможно и все это будет планироваться. Это деятельность, это конкретные виды деятельности, дорогие друзья. Это тоже предпринимательство. Это не инвестиционное предпринимательство, но на каком-то и так это может быть инвестиционное предпринимательство, ведь это каждое, например, любое производство, которое будет создаваться, это тоже адресный проект, маленький, но адресный проект. В рамках уже большого бизнеса, большого проекта, создания в первую очередь транспортных структур, поселения, это один элемент, а уже внутри поселения это уже следующие этапы, следующие возможности, следующие бровы. И так дальше, планированная торговля, взаиморасчеты, ресурс обеспечения, само управление выстраивается таким образом, чтобы это все можно было бы осуществлять в рамках одного поселения или в рамках линейного возраста. Землеведение, землевладение, извиняюсь, управление имуществом сообщества. Вы знаете, вот здесь я хочу обратить ваше внимание на такую важную вещь, что в дальнейшем целесообразно относиться ко всему, к земле, к имуществу, как имуществу сообщества. В первую очередь это по земле. И это не случайно, так, например, очень хороший пример есть, ведь фактически земля, она ничья, она наша общая. И то, что это одно из великих, один или второй великий грех, первое это то, что деньги стали товаром, а второй грех это то, что земля стала товаром. Земля не является товаром, она наша общая, и мы сообще или совместно должны об этом беспокоиться. Это не твоя, это не моя земля. Нас принудили к этому, но это отдельная история. И поэтому в поселениях целесообразно создавать землевладение сообщества. Даже есть хороший пример, я иногда его привожу. Есть в Эстонии, на людях Эстонии есть такая народность в Церкви. Им уже больше 10 тысяч лет по всем, можно сказать, документальным и недокументальным типоприданиям. Есть конкретные на то основания сказать, что они уже столько существуют. Причем у них никогда за это время, и сейчас тоже, не было земли частной собственности. Она всегда принадлежала сообществу. Вот. И это очень важно. В дальнейшем это будет предполагаться и в нашем сообществе. Далее, кооперация взаиморасчеты-расчеты. Да, кооперационные расчеты, рекординационные формы, различные здесь будут принадлежать. Утилизация обхода, переработка. Смотрите, сколько возможностей. Транспорт-логистика, инфотехнологии, маркетинг, администрирование сетей, страхование, создание резервов. Вот это все возможности развития предпринимательства. И в первую очередь инвестиционного предпринимательства. Потому что в противном случае, если я здесь об этом не побеспокоился, здесь, вот здесь, вот здесь, да? Если я здесь об этом не побеспокоился, не подумал, то я не построил свое будущее. Да, можно так сделать, что я кому-то строю, войду в чей-то бизнес. Да, вполне возможно. Но почему бы и не самому этим делом заниматься? Это, дорогие друзья, как возможность, которой можно и нужно пользоваться. Смотрите, значит, и что еще здесь очень важно? Я предлагаю здесь, кстати, вам подумать, что можно и что, какое направление еще могло бы быть очень важным и нужным в поселениях будущего. Так, и смотрите, а я так вот для того, чтобы вы еще раз посмотрели и подумали, приведу здесь эко-дома. Да, причем удивительно то, что, например, тот дом, который я прошлый раз вам показывал, который придумал Анатолий Гвардик, да? Он очень совпадает и тоже является таким же круглым, как этот дом, да? Как этот дом, например, да, но из стекла. Это для северных более таких колодных поясов. Вот, где деревянный дом и так далее, и так далее. То есть, различные дома здесь есть, вот, это на неважно. Я всегда показываю и то, что, смотрите, я надеюсь, что никто из вас не хочет жить в такой скворечном ряду, скворечник один к другому. Тогда, где земельного, но почему-то бизнес, этап развития человечества привел вот к таким маразмам, где люди вот так, значит, ну, пытаются жить. Они ездят из города сюда, переночевают в этом скворечнике и ездят обратно в город за работу. Здесь никаких возможностей нет. Или это здесь. Но это все, как бы, продукт нашего прошлого, индустриального прошлого. А мы стремимся с вами вот в эту среду, дорогие друзья, где очень гармонично поселение. Это и есть поселение. Вот это практически есть фрагмент одного такого поселения, где, значит, архитекторы показали. Вот это маленькое, как бы, пятно. Это одно хозяйство, одно, одна семья. Вот, их здесь много. Это говорит о том, что расстояние между домами должно быть такое, причем оно должно быть еще и зеленое, и с одной, и с другой стороны. И такое, чтобы не было, не мешать друг другу. Сегодня где мы живем? Я уже говорил в городе. 20 сантиметров, 30 сантиметров у нас, как мы касаемся соседей, это справа, слева, сверху, это метр два, снизу метр два. Все это наше пространство. У каждого человека полметра его метрикосновенного пространства, а все остальное у него забито. То есть мы находимся в очень стесненных условиях. А будущее очень неплохое, дорогие друзья. Вот здесь, мне очень нравится этот вид, где уже есть у нас агантии. Это поселение. Это достаточно такая, одна часть поселения. Видно, да? Вот. И здесь очень здорово будет жить в таком месте. Естественно, здесь дана карта архитекторами России. И трасса от Санкт-Петербурга была для востока. Вот от нее от изменения на север, на восток, на юг, на восток, на юг. И мы видим то, откуда и из чего нам всем, естественно, нужно будет выходить. И вот еще футурологические закопрески, которые со своими коллегами, со своими помощниками разрабатывали и сейчас разрабатывают различные версии будущих поселений, элементов линейных городов. Это один фрагмент или одна подсистема линейного города. Вот. Такой тоже. Достаточно. Вот. Такие вот вещи. Да, добавлю, Светлана, я тут прочитал вашу просьбу. А, Алексей сделал это. Спасибо. Вот. Значит. Ну и на закуску из этих картинок, этого я не показывал вам еще, это видите, крыша, газон, раз, крыша, газон, два. По этому поводу я могу кое-что рассказать, потому что мне по случаю, как бы, потому что моя специальность основная, это консультант по различным вопросам предпринимательства, инвестирования. Организация управления. Вот. Мы, наша компания делала проект для одного, для одних предпринимателей, для, ну, для концерна одного, которые хотели выпускать, вот, так называемые элементы будущих зеленых газоновых крыш. Это не так просто, дорогие друзья. Вот. И была разработана целая программа использования пластмассовых отходов для создания так называемых ячеечных, ячеечных основок, чтобы эти газоны не вымерзали, чтобы они бы не заплывали от воды и так далее, и так далее. Очень интересные возможности, и расчеты в конечном итоге показали, что 25-сантиметровый слой этого газона, он защищает более чем полуметровый слой изоляционного материала. В конечном итоге, его жизненный цикл более 100 лет. И его, когда, в связи с всех остальных крыш, самая долговечная, это соломенная крыша, соломенная и, не за, камышей, камышовая крыша. Она в 50-ти, ну, некоторые говорят, до 80-ти лет. Так что крыши такие вполне реальны, вполне возможны, и они, тем более, они еще являются очень хорошим и таким, как бы, средством для осуществления альзонированного воздуха. Вот такие возможности здесь, дорогие друзья, есть. Значит, давайте посмотрим, какие у вас вопросы есть. А, вот вам нравится. Есть ли какие-то вопросы или же мнения? Я сегодня больше не стал тут по предпринимательству. А, вот есть еще один момент, который я хотел с вами разобрать. Вернуться обратно и посмотреть следующее, что нам полезно знать, подкручиваясь в этом бизнесе. Я полагаю, что это свойственно всем людям, что с первого раза не всегда все сразу, как бы, ну, до глубины или в полном объеме воспринимает. Я вернулся обратно к инвестиционным продуктам Скайвей и осуществлены слабые, сильные стороны, слабые стороны, возможности и опасности этого предпринимательства в рамках Скайвей. Что здесь существует? Вот давайте еще поговорим о том, что является инвестиционным продуктом Скайвей. Но, на мой взгляд, мы не сильно осуществимся, если мы скажем, что инвестиционным продуктом является, во-первых, сама технология и процесс, и ее становление, и ее сертификация. Инвестиционным продуктом, да, потому что мы не инвестируем. Инвестиционным продуктом, с другой стороны, являются так называемые акции, которые мы, как бы, которые мы под инвестицию обретаем. Мы получаем свое владение, и об этом мы говорили в прошлый раз, мы не покупаем, мы получаем свое владение, свои воли. У нас есть возможность их не получать, если мы не кликнем в нужное время, в нужном месте. Поэтому, что с этим сопряженом? Сильные стороны здесь, естественно, это материализация инвестиционных средств, инвестированные средства. Я уже вначале говорил, насколько я помню, что уже только эко-технопарк материализуется. Посредственно инвестированные средства наших средств, в том числе, материализуются в виде объекта, стоимость которого будет не менее 1 миллиарда 250, 1 миллиарда 300 миллионов долларов. Первое. Раз. Второе. Это то, что появляется возможность за счет инвестирования средств уже к разработке новых технологических доработок, или, скажем, дополнений к тому, о чем сначала творить, и к тому, что сейчас дефицит. Высокий дисконт за логовую акцию. Это сильная сторона этого бизнеса. Да, конечно, сильная. Потому что даже когда будет 1 к 2, это будет сильной стороной. Потому что к тому времени уже у нас поработает, функционирует внутренняя электронная биржа. Она будет достаточно в ближайшее время запущена, я вас уверяю. Вот. И это будет. Высокий дисконт это очень важно. То есть я инвестирую, есть риски, риски мы потом посмотрим какие-нибудь, да, и поэтому получаю по договоренности, по согласию, по договору, получаю залоговые акции. И дисконты значительно, очень значительно. Мы видели, как эти дисконты по этапам есть. Высокая востребованность транспорта Skyway. Я начинал с новостей. Это еще не реальная, не реализованная востребованность. Но интерес есть. А интерес является уже одной из сторон. Теперь зависит все от того, когда мы, не как, а когда мы войдем в такую фазу сертификации, что станет реальным утверждение, что транспорт состоялся. Но до того момента, пока это не произойдет, это невозможно сказать. Итак, инновационный потенциал технологий. Уже только в начале, на ростном этапе начинаются работы, связанные с введением уже еще более новых разработок. Очень мощный. И это отмечают все. Широкий спектр инвестпакетов на площадке Тепетон. Еще сейчас постоянно ведется работа. И в ближайшее время будут предложены еще интересные проекты. Теперь давайте посмотрим. Здесь список можно продлить. Но это, скажем так, называемый основной. Слабости. Отсутствие компетенции вывода акций на IPO. Мы все говорим о том, что вот выйдем на IPO. А если мы будем спрашивать, у кого есть компетенции вывода, будем откровенны, ни у кого нет. Да, можно сказать, есть они у компаний, которые этим занимались. Да, они есть у тех, кто занимаются инвестированием. И они есть у тех, с кем ведутся сейчас переговоры у мощных инвестиционных группировок или мощных ключевых инвесторов, каковыми их сейчас рассматривают. Вот и с кем ведутся переговоры. Они готовы принести, двое из них готовы принести свои компетенции по поводу IPO. Они выводили уже бизнес, энергетический бизнес, выводили транспортный бизнес. Но старое поколение выводили на IPO акции. И достаточно успешно. Закрытое создание внутреннего рынка. То есть, скажем, непрозрачность этого процесса – это слабость. Если бы мы четко знали, это мое мнение, если бы мы все это четко знали и описали бы для всех, в том числе и для меня, было бы четко описано то, когда, или по крайней мере, от чего это зависит, четко было бы определено. Мы можем на эту тему поговорить, может быть, в следующий или какой-то из родов наших пределах будущих. Что надо знать о том, хорошо было бы знать о том, о создании внутреннего рынка. И это очень является слабостью. Если бы я это знал, я бы лучше мог, любой из нас лучше могли бы планировать свои стратегии инвестирования. Недостаток ли инвест-платформы? Недостаток. Да, есть при больших нагрузках осечки, есть много необходимости доработать. Они есть. Это слабость. Я могу сказать прямо один просто пример, что оценочно в один из дней периода, когда был пик инвестиций при переходе на 8-й этап, недоинвестировано было. Но это не значит, что это и не было инвестировано, но анализ показал, мы просмотрели статистику, за один день было недоинвестировано 60 тысяч, примерно, 60 тысяч долларов. Плюс два инвестера затянули, я точно сегодня не знаю, один из них по 50 тысяч готов был инвестировать, один из них инвестировал сегодня уже или не инвестировал. Скорее всего, нет, потому что он рассчитывал, кто тут там инвестирует, это не удалось и не удалось. Теперь он раздумывает начинать ли сейчас эту инвестицию, потому что человек знает, что могло бы быть, и у него есть труды. Это, дорогие друзья, слабость и нехилая слабость. Медореносирование проекта – это тоже наша слабость, но есть то, что есть. Мы сейчас с этим работаем. Теперь смотрите, какие есть опасности. Потом перейдем к возможности. Это риски смещения тропов. Это временной риск, он есть, мы об этом говорим. Риски различных противостояний. И о противостояниях мы говорили в прошлый раз, но они могут быть еще и другие. Например, так называемые административные противостояния, затягивание каких-то процессов, когда будут непрямые, а посленные влияния на какие-то организации, которые должны принимать решения. И так далее. Но, по крайней мере, все, что касается процесса сертификации, то здесь все более-менее идет нормально. Другое дело, будут ли, значит, что может еще дотянуться, кстати, противостояние, можно назвать и то, когда будут подаваться документы, что, ну, например, там, я не знаю, там, какой-то элемент юнидуса, или какая-то процедура, там, торможение, ускорение и так далее, они отцептифицированы, там, по нормам, по нормативам. Кто-то начнет говорить, а вот это не совсем так, а вот в Германии это так, а в целом по Европе это не проходит, вот, или что-то там не досмотрели. Это противостояние, то есть, какое-то, как бы, проговорочки могут быть. Они могут быть, и это риск, он есть такой, риск различной дубликации, то есть подделок. Этот риск тоже есть, поэтому здесь надо быть очень внимательными, очень осторожными, иметь опасность. А это опасность. И здесь еще можно выстроить много, но я так для понимания вот этого анализа привел только эти. И последнее, возможности, возможности, которые, рост стоимости акций, друзья, это очень хорошая возможность, выше одного доллара. И на это мы все надеемся, и даже уверены в этом. Это будет годом раньше, годом позже, они будут выше одного доллара, выше десяти долларов, выше ста долларов, дорогие друзья, будет одна акция. Я думаю, что этот срок недалек. Конкуренты, Евгения. Да, конечно, конкуренты тоже, они работают, естественно, но дело в том, что конкуренты разные бывают, и им больше надо... Да, да, вполне возможно. Тут можно разные ситуации, разные фильмы даже можно снимать, как может Битл.ру и Морглев начать против нас работать. Но самым сильным средством, дорогие друзья, является то, в конкурентной борьбе, что стоимость или себестоимость того, что ты продаешь, или то, что ты производишь. Понимаете? И это самый сильный аргумент. И тут могут они бороться, могут противостоять, а стоимость или себестоимость создания одного километра, срок, строительство, жизненный цикл, они ставят все на свои места, дорогие друзья. Поэтому промежуточные могут быть противостояния, вы правы. Или китайцы украдут, да, могут украсть, а стоимость украдут. Нет, в целом они все равно не украдут. Понимаете? Весь мир не застроен. Поэтому это все процесс, который непростой. Но уровень новая капитализация. Об этом мы говорили на разных уровнях. Уже стоимость акций это один уровень. Изменение, рост стоимости акций на рынке, это один уровень. То, что дивиденды будут расти, это второй уровень капитализации. За счет чего? Откуда капитализация идет? Капитализация, дивиденды и получение дивидендов это уже результат. А капитализация, он происходит как раз за счет капитализации. От того, что существует и будет определенный объем работ по строительству КРАС. А если есть объем работ, то есть прибыль. А если есть прибыль, то есть отчисление 20% на дивиденды, привилегированных акций. Значит, есть поток притока доходов и прибыли на выплату акций. Это тоже уровень. Когда начнется на бирже, на них будут находиться акции, то все то, что происходить будет на бирже, это будет капитализация. Прирост стоимости одной акции. Это тоже капитализация, это уровень капитализации. Получение рост дивидендов. Естественно, участие акций на стоящих адресных проектах. Об этом мы тоже немножко говорили, но будем говорить значительно больше. В рамках того, дорогие друзья, что мы сейчас работаем, команда работает над тем, чтобы создать всемирную ассоциацию инвесторов-предпринимателей с коллегами. Это так называемое сообщество, которое будет поддерживать, даст возможность инвесторам выступать как бы единым полом, единым каким-то комплексом, единым кластером для того, чтобы участвовать в будущих адресных проектах, разрабатывать их, подготавливать их до 30-25-30% готовности. Помните, мы говорили, что есть этапы. Первые этапы, они самые такие, скажем, рисковые. И до привлечения крупных инвесторов надо осуществлять работу самими. Вот этим будет заниматься тоже, и будет подготовлен, и вот в этот этап будет втягиваться ассоциация. То есть она будет поддерживать развитие и поддерживать.